Ну что ж, друзья, продолжается работа офиса Фонтанки, в студии Фонтанки офиса Фёдор Погорелов, я Александр Мальч, Фёдор, добрый день. Здравствуй, Саша, нас здесь на самом деле трое, я думаю, что есть смысл не терять времени, переходить на общий план. Человек, которого мы называем в глаза легенда, так же с хэштегом, Николас Ломберс, защитник Зенита сборной Бельгии, человек, который провёл за Зенит почти 300 игр. Сколько? 275 или сейчас. 275 юбилей, получается. Должен был в Тамбове проставляться. Был мой дебют, я думаю, в последний год. И, говоря, дебют, ты имеешь в виду, что это был твой последний гейм в этом году? Может быть, не знаю, не знаю, не мой выбор. Ещё играть в Махачкале на кубок. Подожди, вчера стало известно, что нам снова ехать на берег Каспия. А Николас в этой фазе своей карьеры выступает как кубковый игрок. Поэтому, возможно, он действительно выйдет на поле в следующий раз в конце октября. У нас, конечно, есть футбольные вопросы и не футбольные. Футбольный, он очевидный. Ты 9 лет в Зените, и это твой четвёртый Зенит. Ты видел Зенит-адвоката, тебя Лучано Спалетти водил за руку в Объединённых Арабских Эмиратах. Как бы это ни противоречиво прозвучало. А Давидов? Давыдов. То есть 5 получается. Потом Рожебородова, нашего друга. У Давыдова тоже был свой Зенит, но маленький, короткий, 4 месяца. Этого хватило вам для того, чтобы вылететь из Лиги Европы от неизвестной португальской команды. А, да. Был такой момент, да. И сейчас ты наблюдаешь Зенит Мерчалуческу. Действительно, пятый юбилейный Зенит Николаса Лумберца. То есть я поспрашивал некоторых футболистов, а ты примерно понимаешь, чего мистер хочет от команды? Так, есть ли вы идеи? Да, да. Это не всегда легко понимать. Но, да, я думаю... Так, можно объяснить? Он любит очень хорошие футбол, не очень лошее футбол. Внутри, если это возможно. Но в последние две игры были очень плохие футболы. В Тамбов и Махачкала. Так, да, он не хочет потерять футбол слишком часто. Не всегда идти, 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 чтобы выиграть футбол, но также сделать футбол веселый. И это не всегда легко понять, чего хочет Лучевску от Зенита. Ха-ха-ха, шуточка профессионального футболиста. Ему нравится красивый футбол, не длинные простые мячи. Сзади поплотнее, хотя понятно, что в двух последних играх в Тамбове и в Махачкале было очень плохое поле. Поэтому это, конечно же, сказывалось на характере матча и на поведении команды. Мячик сохранять, не терять часто мяч, не пытаться рисковать. А все это делается для того, чтобы противник устал, а дальше, видимо, вы его тепленькие. И измотать соперника. Да, я думаю, что это тоже запрещено. Это будет запрещенный керамин. В стоп-листе, я надеюсь, комментаторском эта фраза. Показалось, ты знаешь, что очень сильно изменилось поведение в группе атаки. Потому что этот такой каминг-аут сделал Хави Гарсия в июле на сборах. Не то, что ты подумал. Он в интервью сказал, как строилась игра в атаке у Зенита раньше. Цитирую, мы отдавали мяч Халку и ждали от него ярких индивидуальных действий. И если был не его день, то нам бывало непросто. Цитирую я Хави Гарсия. У болельщиков, ты знаешь, было такое же ощущение на трибунах и у телевизора. Сейчас вот такое ощущение, если абстрагироваться, то такое ощущение, что играет шахтер. Вот ты же слышишь, что в участку требуют атаканте. Да, как Хави сказал, мы зависели очень много на Холк в последние несколько лет. Если он не был в день, то мы получили много работы в защите. Но, окей, он получил очень важные голы. И он получил много игр, больше, чем он потерял. И, да, сейчас, да, 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 да. Да, мы действительно зависели от Халк пару лет. Как это красиво звучит, статья 228. Мы много оборонялись, если был не его день. При этом мы понимаем, что он забил много важных мячей. Луческу просит, чтобы игроки спереди много двигались, не обыгрывать один в один, а провоцировать, выдергивать на себя соперника для того, чтобы освобождать зоны, куда подключаются остальные игроки фазоатаки, в том числе и крайние защитники, которые крайне важны для атакующей системы Мирча Луческу. И так получается, что все включены в атакующие действия. And by the way, it looks like five different people scored in Tula and five different people scored in Tambo. Пять человек разных забивали в Тамбове и в Туле. То есть тетравальщик, человек, который в телевизоре набирал, он уже начинал волноваться, хватит ли места для всех фамилий. У нас валятся вопросы. Так, так, так. Ну, погнали. Ну, где Зимний дворец, ты же знаешь. Where is the Winter Palace? А, да, я знаю. Вы задаете вопросы у нас в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, везде. В Инстаграме только не задаете, но мы там, конечно же, повесим красивые фотографии. Ну и под плеером тоже задаете вопросы. А, да, а что там задают? Ну, пока только про то, что ты Леопард, но... А, вы там тоже можете, ребята. Там можно тоже, пожалуйста. Наш коллега спрашивает, как вы, Николас, относитесь к избранию в прошлом профессионального футболиста в возрасте 21 года депутатом в городской парламент? Так что вы знаете, что у нас были выборы. И экс-Динамо-Санкт-Петербург-плеер Виктор Сосоев был выбраном в Либерал-Демократическом партии. Он 21 года. Он ответил, пишите, что хотите. Придумайте, придумайте. Придумайте. Придумайте, что хотите. Придумайте. Как ты к этому относишься? Я люблю политику, но я не знаю много о русской политике. Бельгийская политика уже достаточно сложная. И я очень люблю это, но чтобы участвовать в выборах или что-то, я не знаю, как футбол-плеер. Сейчас, в эти дни, с твиттером и все подобные вещи, уф, ты должен страдать много, если ты совершаешь ошибки. Но я думаю, как политикой, ты даже должен страдать больше. Я из-за бельгийской политики не слежу устало, 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 устало. Слишком она сложная, это объяснение того, что по поводу Виктора Сысоева, простите, у Ломберса нет позиции. Сейчас тяжело быть профессиональным футболистом, твиттер, соцсети, много давления, но политикам быть еще сложнее. Да, да. То есть, вы можете представить, что вы уже были здесь, когда Аршавин был выбран в парламент, но потом он вернул mandат. Да, я спросил, готов ли Николас после завершения карьеры баллотироваться в бельгийский парламент? Николас звучит, да, там много идиотов, идиотам больше, еще одного идиота будут только приветствовать. И дело в том, что в Бельгии еще столько парламентов. Ну, советов в этом смысле. Ну, да, 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 законодательных собраний, да. Никто не очень хорошо представляет, чем они занимаются. По мнению Николаса, в Бельгии столько же вот этих законодательных собраний, сколько в Китае, России, Америке вместе взятых. Ну, мы можем уже начинать говорить про Бельгию? Можем, можем, можем. — Некоторое время назад я посмотрел довольно обширный документальный фильм, его делали англичане про Бельгию. И речь нам шла о том, что в каждой части Бельгии не любят другую часть Бельгии. Ну, например, брюссельцы не любят антверпенцев, антверпенцы не любят тех, кто живет в Генте. А тех, кто живет в Брюге, наверное, по-русски это брюшцы, их не любят вообще никто в Брюггане. Их вообще не любит никто в Бельгии. Это действительно так? Ну, ну, ты не можешь сказать, что мы не любим друг друга, но мы делаем шутки с другими другими. Потому что в Брюге, они называют нас фармами, потому что мы говорим очень сильно, и никто не понимает нас. Поэтому они все смеются. — И мы, мы говорим? — Из Брюж, люди из Брюж. — Ага. — А, так что ты из Брюж? — Да, я из Брюж. И мы всегда говорим, что Брюж — это самый красивый город в Бельгии. И люди из Генте говорят, что это артифициально, это как открытие музея. И всегда так, и Антверпенцы, они очень аромат, и говорят, что мы единственная город в Бельгии. Все остальное — это паркунг, и, да, Брюссель — это в основном, всё, вы знаете, все. Не знаю, я думаю, что еще не было бы очень больших Бельгий здесь живут, но... И, да, и то есть, когда ты появишься в Белгии и Фланды. Так что это правда? Да, это два разных страны. Я знаю больше о том, что происходит в Голландии, чем о том, что происходит в Волонии. Потому что Голландия находится ближе к Голландии? Да, это же язык. И они ведут более французские новости, чем флэмские новости. Так как Аксель. Он из Волонии. И раньше он пришел сюда, в национальном команде... Федор, как? Я почти не говорил с ним, потому что он говорит в другом языке. Окей, я говорю французский, но это разное. Но я не имею в виду проблем с Волонии, но мы делаем много шагов с ними, что они лезвые, что они не хотят работать. И мы больше, флэмские люди. Это как борьба между ними. В между ними, и не в очень большом стране. Да, да, да. Я говорю, это самый сложный страной в мире. Ну, пожалуйста, Федор, давайте. Вы вызвались переводить. Я молчу, ваш хлеб не отбираю. Пожалуйста. Да, Сашенька, не в лесу живем. Да, пожалуйста. Саша спрашивал, он говорил о том, что смотрел документальное кино, британское, о Бельгии, в котором говорилось о том, что большая часть жителей Бельгии ненавидят друг друга, представители разных этносов. Ответ нашего гостя. Нельзя сказать, что мы не любим друг друга, но часто шутим. Вот про Брюги говорят, жители Брюги, Брюсжан называют фермерами, потому что у нас такой грубый язык. В то время, как жители Гента, например, говорят, что Брюги — это такой open-air, музей на открытом воздухе. Город-музей, город-музей. Жители Антверпена считают, что это единственный город в Бельгии, все остальные города — это парковка. А про Брюссель Николас отмечает, что он не очень уверен, что сколько бельгийцев там осталось. Что это центр всего, и он не очень уверен в том, что остались бельгийцы. Понятно, что страна разделена на две части. Есть Волония, есть Вландрия — это действительно так. Николас больше новостей знает про происходящее в Голландии, потому что это один язык и ближе. Тогда как Аксель Вицель, который есть в Волонии, больше знает про то, что происходит во Франции. Пока ребята были в сборной, до того, как Вицель перешел в «Зенит», ребята в сборной даже не особо разговаривали, потому что разные языки. Во Фландрии считают, что жители Волонии ленивыми, не хотят работать. По эпизоду с вторым голом Манжи в субботу, я думаю, можно согласиться. Операция «Привоз» в исполнении Вицеля. Я не сказал ничего. Это, заметим, говорил не Ломберт. Про себя жители Фландрии говорят, что они богатые и, судя по всему, хорошие. Да. И завершался весь этот пассаж сообщением о том, что Бельгия действительно одна из самых сложных стран в мире. Да. Нас спрашивают еще наши слушатели, зрители и пользователи, чего ты ждешь от чемпионата мира 2018 года? Во-первых, как ты думаешь, состоится ли он в России? В частности, в Петербурге. Я просто надеюсь, что стадион будет готов. Я надеюсь, я надеюсь, что я буду еще здесь. Да, это мой финальный цель в Национальной команде, чтобы приехать здесь, потому что я потерял Евро. Я думаю, тогда я буду 33. И после этого, если я играю в World Cup, то я думаю, что я буду остановить Национальное команду. Но, да, я надеюсь, что все будет хорошо. Я думаю, что в Бразилии они могут организовать в World Cup, они могут организовать здесь тоже. Какая сволочь! Снобистская европейская, да? Ну, это по-бельгийски вежливо, зато надо обратить внимание. Да, сейчас я переведу. Да, ну давай, я начну тогда, что Ника надеется, что будет готов стадион, в первую очередь, к этому моменту, а во-вторых, для него это одна из целей, которую он перед собой ставит. Да, надеется сыграть в сборной. Ему будет 33 года, и после этого, вот он пропустил чемпионат Европы, который был сейчас во Франции, и после этого он закончит свое выступление в сборной. Все пройдет хорошо, если уже в Бразилии смогли провести чемпионат мира, то и здесь, в этой прекрасной стране, которая приняла Ника на 9 лет, тоже со всем справиться. Но и здесь, конечно, надо спросить, почему так много бельгийских пабов в нашем городе стало? Они как грибы, везде. Это все родственники на колене. Это вы? Самое лучшее пиво в мире. Ага. Как можно переводить? Да, все понятно, хорошо. Нет, но в самом деле стал же очень, очень. Да, да, очень популярный. А они похожи на, ну что ли, они похожи на бельгийские, или все-таки это одно название? Да. Они выглядят как бельгийские, они реально бельгийские? Да, да, да. Или это просто бельгийские? Нет, 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 они выглядят как бельгийские, и почти все бельгии приходят из Бельгии, так что это authentic, это не фейк, и, да, они пытаются создать настоящий бельгийский паб, и они смогут это сделать, так что даже я там иногда. И ты чувствуешь себя как в Бельгии? Да, не так как в Бельгии, но почти, но все лучшие бельки есть здесь, и я должен сказать, если ты идешь в бельгийский паб, в Бельгии ты не найдешь так много бельков, как здесь. Есть слишком много, и большинство пабов в Бельгии они используются, или спонсорены по одной большой компании, как AB InBev, Stella Artois, Жиппилер, они только продают эти бельки, но здесь вы можете найти любое белье, и, да, это хорошо, даже высокие, сильные бельки, как West Malle, я не знаю, дюфл, сильнее бель, поэтому, да, это хорошо. Федор, пожалуйста. Да похоже, похоже местные кабаки, все пиво практически везут из Бельгии, аутентичная, не подделка, не метиловая, от себя добавлю, не ослепнете. В попытке создать настоящую бельгийскую атмосферу зачет, справились, я хожу, конечно, не как дома себя чувствую, но почти. Повторяет Коля, что лучшее пиво бельгийское, и отмечает, что здесь, в Петербурге, выбор богаче, потому что в Бельгии кабаки в основном принадлежат конкретным компаниям, там, Jupiter, Stella Artois, и так далее, поэтому там представлено то пиво, которое производится на этих заводах. Монобрендовые кабаки. Бинго. Здесь разнообразие, выбор намного богаче, бельгийский крафт, интересно, довозят до сюда. Ну и, в общем, крепкого пива тоже встречается, Дюваль, все остальное. Мы с Сашей обсуждали, а кто пьет делириум? Что это за человек? Понимаешь, в России охота крепкая, пьют очень специальные люди, и чаще всего с ними не хочется дружить. Вот кто те люди, которые пьют делириум? Я думаю, хипстеры. Пор хипстеры. Да, в общем, делириум – это просто такое очень-очень крепкое пиво бельгийское, типа девяточки в наши золотые школьные времена, пьют хипстеры. То есть главное, чтобы по шарам давало. Окей. Ну и, конечно, у меня есть вопрос про тоску по бельгийской кухне, но прежде мне хотелось бы узнать, вот какова реальная бельгийская кухня для человека, который вырос в Бельгии. Это что вообще? French fries. Понятно. Тогда тоски нет. Да, это картошка-фри. Картошка-фри, да. Да, кажется, я, конечно, моряк для всех. Если я в Бруже, то я как я ищущий. Я еще ищущий, как ищущий и моряк, потому что иногда я ищущий с моей злойкой, и мы лезем маленькие бельки на канала. И человек, который говорит, я знаю больше, чем он. Он такой, где ты? А, окей. А, ты живешь здесь? А, окей, это не так. Так, да, я веду людей тоже, если они меня спрашивают. Это может быть хороший бизнес для меня, для русских туристов. Я в Брюгге чувствую себя одновременно и как гид для всех, и как турист. Потому что вот мы гуляем с женой, берем, садимся на лодочку и фигачим по рекам и каналам. Фигачим не говорил Николай. И едем кататься по рекам и каналам. В итоге получается так, что я знаю больше, чем гид. Я его слушаю внимательно и понимаю, что я, когда закончу на пенсии, смогу работать гидом для русских туристов. Это будет хороший бизнес. Да, но про знаменитый мем «залечь на дно в Брюгге» наверное спрашивать не стоит. Я думаю, что... Может быть у Николая есть оригинальный ответ, как-то еще наработал он. Да, да, да. Есть ли какой-нибудь «залечь на дно в Брюгге»? Это так называется пьеса, которая переведена... Я еще посмотрю, как это называется по-английски, потому что я не знаю. Хорошо. Пожалуйста. Мы можем пока говорить. Да, пожалуйста. Вопрос от наших пользователей, слушателей, зрителей. Помогаете ли вы, помогаешь ли ты иностранцам учить русский язык? Или никто не учит русский язык? Добавлю я тебе. Никто. Никто не учит. Последний, Ломберц, единственный, кто из иностранцев... А, ну подожди, Мигель еще выучил. Да, да, Мигель и Маурисио тоже. У Маурисио не было выбора. Попробуй в Грозном не выучить русский язык. Жулиано. Жулиано, да. Но у него тоже, я думаю, в Днепропетровске не было выбора. А интересно, ты заметил, что Маурисио говорит по-русски с кавказским акцентом? Нет? Я не слышу. Это круто. Потому что он, когда дал первое интервью на русском, все отметили специфику, скажем так, его произношения. Потому что он действительно говорит как человек, который вырос в Грозном. Я не слушаю его. Ты не слушаешь, действительно, зачем? В общем, профессиональный футболист должен слушать тренер. А ты посмотрел? Я посмотрел, но, к сожалению, название пьесы, как и фильмы, просто в Брюге. In Bruges. In Bruges, да. Yes. But in Russian it has a different translation. It says to lie on the bottom of Bruges. It's like a different meaning. Верно. Верно. Ну что, у нас же есть еще видео, напоминаю тебе. Да, да, да. Мы сейчас, я думаю, с этим видео закончим футбольную часть, которая у нас так специфически прошла. Я думаю, что это, наверное, один из самых драматичных моментов в новейшей истории футбольного клуба «Зенит». Мы сейчас посмотрим, во-первых, какая классная прическа была у Ломберса в 2008 году. И надо сказать, что с тех пор футбольные моды изменились. Давай посмотрим, а потом у меня есть маленькое уточнение. Да, пожалуйста. Вот этот эпизод, да? Да, 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 да. Давай. Фланг другой. Ширл набрасывает. Хорошо, и опасный гол! И что же? Засчитан мяч. Да, Павел Погребняк! 1-0! Ну вот это уже интересно! Вот это уже интересно! Я почему сделал паузу, все-таки там что-то случилось с кем? Ломберсом? Во-первых, у меня всегда интересовало, что значит этот жест Павла Погребняка, вот это движение. А во-вторых, что у тебя осталось в голове вот от этого момента? Кроме того, что в следующий год ты занимался тем, что лечил разорванное колено. Вы знаете, в первом секунде, я вспомнил, когда я 触ал боли, я сказал, да, мы победили. Так что я был очень счастлив. И в секунде, да, я упал против паузу, и я знаю, что это была плохая болезнь, в тот момент уже, потому что я у меня была самая болезнь. И у меня была самая болезнь. так что я знал, что я буду выходить за много времени. Но, да, тогда я думаю, что я просто надеюсь, что мы сможем выйти далеко в этом турнире, потому что это было все для ничего. и, наконец, мы победили. Так что это было здорово. Так что вы видите, что вы видите, что вы видите, что это было хорошо для чего-то. Otherwise, это было значительным. и, конечно, я просто потерял, как у меня с другой ноги, и без любого гола. Так что, после всего, если вы спросите, если вы знали, что это случилось, то вы прыгали снова, и мы победим в ИФА-капе. Я бы сказал, да, я сделаю это снова. Это звучит как видео Холливуд с Сильвестером Сталлоне. Пожалуйста, не смейте, не смейте. Хорошо, плакать не будем. В первую секунду, когда я коснулся мяча, я подумал, да. Здорово, я сделал это. Сейчас мы забьем, и действительно забили. Через долю секунды, когда влетел в штангу, понял, что произошло, потому что такая же травма была на другом колене. И я понял, что да, беда, серьезная травма, и что я выбываю надолго. И надеялся, что мы пройдем в турнире как можно дальше, потому что иначе бы это все было бессмысленно. Сейчас, уже спустя годы, после того, как мы выиграли кубок ИФА, через два года будем праздновать юбилей. Спроси меня, прыгнула бы я снова? Да, конечно же, я прыгнул. Но тут любопытно. Это все очень классно звучит, но вы говорите, что вы прыгнули бы, зная, что вы выиграете кубок ИФА. Если бы не было бы кубка после этого, вот тогда прыгнули бы вы снова? Если бы не выиграли в Манчестер, то, конечно, бы не прыгал. Это уже дуракшн. Да, я смотрел этот матч на трибуне вместе с, в том числе, Фернандо Риксоном, который не попал в заявку на игру. Надо сказать, что пиво кончилось к перерыву. Хорошо. А ты, кстати, интересно задумывался там, опять же, спустя годы, ну, совершенно невероятный розыгрыш того кубка ИФА. Прямо, ну, мы же до финала были все время командой, которая должна вылететь. А с Вильериалем, вон, тебе пришлось колени рвать, с Марселем вообще Атас. Я его видел в Париж, Джибраил Сесе, три-четыре месяца назад. Я ему сказал, ты еще знаешь, игра с Марселем? Да, да, да. Может быть, там 5-0 для нас. Я сказал, да, да, да. Тогда очень холодно у вас потом. Да, там потом хорошо и дубль погребника в Петербурге. Один гол из офсайда, но спустя восемь лет абсолютно неважно. Там в том розыгрыше было здорово. Ты сломался, защитников нет. Защитника играл Александр Гошков. И он в Марселе не хотел играть. И в итоге... Он не хотел, потому что он понимал, что сейчас из него могут сделать дурака. И надо сказать, что Джибраил Сесе выглядел в той игре очень хорошо. В том числе и в центральной зоне. И круто, что Гошков, сыграв левого защитника против Баварии на Петровском, закрыл Рибери. И выиграли мы 4-0. Потому что там тоже кто-то пропускал. Шаву пропускал, Домингес играл. В итоге... Сейчас это все, знаете, эротические воспоминания о прошлых успехах. Ты думал вот за эти восемь лет, как это получилось? Ну, действительно, до финала, до финального матча не было никаких... То есть мы везде были слабой командой. Это только там... Глазга Рейнджерс выглядел еще слабее, чем мы. Глазга Рейнджерс выглядел. Мы всегда были проблемы. Мы были счастливы, чтобы всегда были в 2-м году в доме. Смотрите, кто может сказать, что он победил 4-0 против Бавария. Это не коинцидент. И если вы видите счастье, что Рейнджеры получили в финале против Фиорентина, я думаю, что они были более счастливы, чем у нас. Я думаю, что мы удержали победить. Мы заслуженно победили. Мы начали, неважнецки, на групповом этапе. Была ничья с АЗ дома, 1-1. Если я правильно помню, в том матче играл... Нюрнберг? С Нюрнбергом 2-2. Камил Чентафальский, если я правильно помню, еще не очень трезвым, вышел на этот матч и махнул мимо мяча и извинялся потом в раздевалке. Чудом вышли из группы. Из группы вышли, потому что Эвертон выиграл УАЗ. Эвертон, которому было еще не нужно. Я еще знаю, потому что я был уже в Маурике. Уже там скраббами плавали. Я видел матч на телевизоре, да. И тогда все переписывались. Выиграли чудом в Ларисе, проигрывали 1-0, по-моему. Выиграли 2-1 в Теке. 1-0 и 2-1, я думаю, потом Теке забыл 2-3. Дело в том, что мы хорошо играли дома. На выезде не в Ожнецке, это правда. Но здорово, что чаще всего вторые матчи приходились на Петровске. Действительно, в 1-4 с Марселем и в полуфинале с Баварией были шансы исправить ситуацию дома. Надо сказать, что Глазго тоже повезло в полуфинале. Они по пенальти, по-моему, прошли Фиорентину. То есть там совсем ноль ударов в створ у шотландцев. И мы заслуженно попали в финал и заслуженно его выиграли. Вот так спустя 8 лет профессиональный футболист воспринимает турнир, в котором, в принципе, Зенит не должен был выходить из группы. Ну, мы теперь все время за то ждем, что он выйдет. Да. Нас приучили к другому. Как собака Павлова, действительно. Да, да. Теперь-то мы ждем, что выйдет и уж как минимум до полуфинала. Хорошо бы и до финала. Понятно, что у тебя есть слава биржевого аналитика. Какие последние сделки, какими последними сделками ты можешь похвастаться? Я не знаю, но... Вы знаете, я даже не смотрю, но в Белгии... Я не знаю, когда слушаю аналитики. Вы знаете, что в Белгии... он есть... чрезвычай. Да, и он висит... Не ты? Нет. И он висит только... плохие слова. В его книге он висит много плохих слов. Я думаю, что... Крсинг. Да, кирсинг и искусствия всех. Потому что он искусствует всех, он так популярно в Белгии. И он анализирует... И он висит... Да, игры. Да, игры. Ну, про это мы тоже, на самом деле, смотри, вот здесь у меня есть вопрос, комментарий на бельгийском телевидении, так что ты, на самом деле, ответил на него даже чуть раньше. I understood, you have bad experience with analysts, analysts, ok, Николас отвечал на вопрос, а как выглядят футбольные аналитики в Бельгии, неважно, какой я задавал, здесь бельгийский футбол Николас не смотрит, смотрит, когда бывает дома, все время немножко нервничает, самый популярный аналитик футбола — это писатель, который пишет гадости, используя ненормативную лексику. And now talking about the stock market, it's going well, now last two days a little bit less, but latest times, it's going good, I cannot complain. So what was your best decisions, besides Amazon, it's like too easy, easy катка называется это у детей. Здесь надо пояснить, все-таки мы должны пояснить, что Николас Ломбертс, как говорят некоторые, играет не только в футбол, но еще и на бирже, и поэтому Федор спрашивает его как раз об этом, о его последних верных финансовых решениях, которые он совершил. Два дня не очень, говорит Николас, но до того, в то время неплохо, это грех жаловаться. 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 Если ты снова слушаешь это после 6 месяцев, то, как они сказали, иногда это совершенно плохое. Кто я, чтобы сказать что-то? Я просто простой футболист. И посмотрите на них через 6 месяцев. Зачастую они совсем не сочетаются. И много не право. Да, и кто я такой, чтобы давать советы? Ты знаешь, в принципе, есть такое широко распространенное мнение, что экономика — это наука, которая хорошо объясняет, что произошло, но очень плохо объясняет, что произойдет. Да, но право. А как раз дело в том, что в науке очень важна повторяемость результатов. И это обстоятельство немножечко отрезает. Мне кажется, делает это не наукой. А мы сейчас смотрим еще... О, вот неплохо. Алексей Соловьев спрашивает. Какие позиции следует укрепить, чтобы «Зенит» вышел в полуфинал Лиги Чемпионов? I don't know. This year no Liga Champions. Мы сейчас в Лиге Чемпионов не играем, говорит Николай. И совершенно точно не надо, я уверен, укреплять позицию центральных защитников. То есть там все в порядке. Даже перебор есть, я думаю, по мнению Ломберца. Любимые места в Петербурге? Ну, то есть это наша традиция. Мы порядка 20... Это 20-я моя юбилейная беседа с Ломберцем. И нельзя не задать этот вопрос. Всегда кто-то спрашивает, какие у тебя, коли, любимые места? Winter Palace. Всегда зимний дворец. Всегда зимний дворец. Окей, ты, мы желаем тебе и всем участникам этого увлекательного процесса здоровья скоро станешь отцом. У тебя будет с Каролиной прекрасная девочка. Спасибо. Ты как-то готовишься? Или в Бельгии есть это сексистское разделение? Ты ходишь в кассу, приносишь зарплату. А дома вот это вот все сама. В Бельгии принято, что мужчины много времени занимаются детьми. Да, у Николаса есть впечатление, что в России в основном воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки. В Бельгии сейчас это больше тренд, когда ты стараешься, когда ты стараешься, когда ты стараешься, когда ты пенсионер. То есть, эти люди думают, что теперь мы можем начать радовать жизнь, и не волнуйся нам слишком много с твоими родителями. Если мы хотим, то мы будем просить их. В Бельгии люди, которые выходят на пенсию в районе 60 лет, они считают, что теперь мы поживем для себя, поэтому вот это вот с детьми, до свидания, самостоятельно. Если мы захотим, то мы попросим, чтобы их привезли. Да, да, совершенно верно. Я пытаюсь вспомнить эту шутку про то, что все дети в России воспитаны в однополой семье. Я не знаю этой шутки. Ну, после того, как вот эта вся мизулинская ересная филачка. А, слушай, не знаю. Да, но здесь надо, конечно, спросить, как готовится Николас к воспитанию. Читает ли какие-то книги или что, да? Я не читал ничего. И так, как же моя жена почти не читала ничего. И я надеюсь, что она готова. Я надеюсь, что жена готова. Мы пока ничего не читали. Первый месяц я не буду там. Только первые 2-3 дня, я не знаю, но потом я должен вернуться сюда. И она будет в Бельгии, но она будет получать много помощи от своей семьи. Она останется в Бельгии, может быть, в первый месяц я вообще смогу там побыть 2-3 дня. Все остальное время надо быть здесь на работе. А ей, конечно же, поможет наша большая семья. Я прямо вижу, как Каролина говорит, Коля, ты же не играешь. Приезжай, приезжай. Да, правда. Приезжай, что ты на скобельник? Я сидел там все. Но есть такая опция в Бельгии, что муж или мужчина берет отпуск по уходу за ребенком? Да, такое бывает, да? Да, я думаю, что женщины 6 недель, 8 недель, мужчины 2, 3, 4, я не знаю. Мальчики берут отпуск на 2-3 недели в Бельгии, а девочки на 6-8, 6-8 недель. Like in Russia, it's one year and a half. Yeah? Yes, and you can prolong it to three years, if you want, if you're a girl. Ah, okay, so, and like a man? Man, I don't know. No? Ah, so I cannot ask Luchescu for one and a half year off, no? I have already off, he will say. Ask Luchescu for one and a half. They will say you have enough rest. I think you can. I think you can. According to the law, I think you can. But nobody does. Да, кстати, Саша прав. В России и мальчик может уйти в отпуск, только никто этим не пользуется. Ломберц говорит, что представляю, что произойдет, если бы я попросил Луческу полтора года отпуска по уходу за ребенком, он бы сказал, что ты и так уже достаточно отдохнул. Yes, but it's important to know that during this year and a half or three years she gets the salary. Yeah, I'm down to the vacation. In a few weeks. Да, в России действительно в течение декрета выплачивается зарплата, это грандиозная. В Бельгии это происходит в течение нескольких недель. У тебя же, насколько я помню, очень большая семья. Родственники, дяди, тети. На матче в Бельгии все время микроавтобус приезжал. Ну, друзья. Это по спискам. Это по спискам. Окей. Тогда, с другой стороны, все равно проверим твое здание русского языка. Ты понимаешь, что значит поговорка «в большой семье клювом не щелкают»? Спасибо. Это означает, что если у тебя есть много семей и родителей, то ты должен быть так быстрее, как в hell. Потому что, я не знаю, я не знаю. Потому что, когда ты сидишь на столе, они взяты на мясо, и ты должен быть очень быстрее, чтобы уйти. Мы не имеем такой экспрессии. Окей. Потому что ты из ручной части Бельгии. Да, я помню. Не знаю такого выражения Николас, потому что он из богатой части Бельгии, и там проблем с едой на столе не испытывают. Так, мы сейчас посмотрим еще... Одно видео? Вопросы какие у нас есть еще. Давай, вопросы, потому что у нас есть еще одно видео, и есть знаменитый... Как это называется правильно? Список? Список, стоп-лист. Ну, просто это такая важная новость. Сейчас я найду это письмо. Важная новость. Вчера российским комментаторам, которые не пишут книжки, в которых они всех исправляют, прислали список тех словосочетаний, которые им нельзя использовать во время репортажа. Итак, вчера, у нас есть list of prohibited word combinations. Это были дистрибуты между комментариев, и затем это было leaked в медиа. И, конечно, это огромный скандал, ха-ха-ха, много шагов. Ваш покорный слуга. Ваш покорный слуга. Not bad. Валидольный матч. Валидольный матч. Do you understand what it means? Валидольный матч? It's a medicine from the heart attack. So when you have валидол, it's a medicine from the heart attack. So валидольный матч means that on the age of a heart attack. Колевая феерия. Колевая феерия. It's not about феерия. 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 Oh, not bad. Наставник. Наставник. Подопечный Луческо. Подопечный Луческо. Okay. Чистолюбивые дублеры. Чистолюбивые дублеры. Not bad. Do you understand what is чистолюбивые дублеры? Дублеры, yes, but... Чистолюбивые... The honest. Oh, okay. I would say proud. The proud. The proud guys from the youth team. Okay. Maybe even the vain. You can use the word vain, which is pretty old for the... I don't think it's used now, but... Like the vain дублеры. The proud of themselves. Как с белых яблонь дым. Как с белых яблонь дым. яблонь яблонь дым прекрасно спасибо большое николас ломберс мне кажется готов работать на российском спортивном телевидении и мы желаем ему удачи в этом непростом деле теперь ты понял какая непростая у нас какая у нас сложная работа давай посмотрим вот это вот мы наблюдаем динамику прически николаса ломберса за годы в зените я пытаюсь сейчас организовать организовал симшов навешивает ой-ой-ой-ой-ой и джанаева не выручает и стоящие у штанги бояринцев на ударной позиции оказался ломберс николас ломберс во первых никто и защитников не помешал вот так все все закончилось хорошее короткое видео 2009 год that's the bronze game when the event of scott давидов давыдов на на зенит давыдова где ты стригся тогда сам городская похоже я сам стригся судя по тому как я выгляжу какие самые большие премиальные вы получали за победу спартаком я до этого фуэд то есть вы видите какой длинный список я деду онлаз рели импорт над в общем хорошие премиальные были в этой игре и в той которую мы выиграли 3-1 сколько ты забил спартаку 5 до 5 всего 5 в воскресенье зениту играть лидером турнирной таблицы волшебное сечение обстоятельства спартак наверху многие в москве хотели бы чтобы чемпионат уже закончился это не бирже дай пожалуй свой прогноз твои ощущения ощущения ну и тэнк difficult game for both teams а дэйс торт фолл спартак бот лук нау дэй ласт инкап хабаровскан агент у файд ром спартак бот Мы можем идти в любом случае, но мы играем в доме, поэтому для нас это, я думаю, самый важный игрок этой сезон для игроков, для игроков, для фанатов, для Миллер. Мы должны быть встали. Таким образом, да. Мы надеемся, что мы победим, и мы может быть новыми лидерами. И, да, мои родители сейчас придут против Азет, и также против Спартака. Таким образом, я и мы можем дать им победу. Это будет сложная игра для обеих команд. Спартак хорошо начал, но вы знаете, что в последних двух играх они потерпели поражение. Они проиграли на Кубок в Хабаровске. И дома у Фе. Возможно, есть смысл использовать словосочетание «потери уверенности», потому что футбол во многом – это психология. Может быть, у них в головах действительно укрепилась мысль, что они проиграли два раза подряд. Ну и в конце концов, ребята, это все еще «Зенит Спартак». Это самая важная игра сезона. Мы играем дома, и мы, конечно же, надеемся… Это самая важная игра сезона и для игроков, и для болельщиков, и для Миллера. Более того, на игру с АЗ приедут мои родители. Они останутся на игру со Спартаком. Я надеюсь, что мы сможем показать им победу. И я думаю, что на этом мы поставим точку. Николас Зломберц – защитник «Зенита» и сборной Бельгии. Человек, который, как по собственному признанию, он закончит карьеру в национальной сборной после того, как сыграет в Петербурге. На чемпионате мира. В 2018 году. Самое ли важное из того, что он говорил Коля? Нет. Далеко нет. Спасибо большое. У нас есть какая-нибудь бельгийская музыка? Бельгийская музыка. Потому что то, что Коля слушает – это опасно. Димитрий Вегас, как Майк. Я сейчас пытаюсь сообразить, знаю ли я какую-то бельгийскую. Крис де Бур? Крис де Бур. Lady in red. He's from Belgium, I think. Or from France. I think he is. And the other guy looks like… Пака де Люси. Не Пака де Люси. Который похож на… Он точно из Бельгии совершенно. Я сейчас скажу, кого его зовут. Он похож на Эрика Клэптона. Шак Брэл. Нет, это не Шак Брэл. Нет, это гитарист, который похож на… Моя мелодия играл с… Пахмутовый диск у него есть. И зовут его… Он все время приезжает в Петербург. Крис де Бург – ирландец. Да ладно, серьезно? Вот это подстава! Вот это подстава. Но если ты набираешь бельгийский гитарист, смотри… Так. То тогда ты понимаешь, что человек, о котором я говорю… Как же у меня вылетел-то из головы его имя и фамилия. Ну, давай, бельгийский гитарист. Конечно же, это Фрэнсис Гойя. Точно. Человек, который из каждого столба иногда на нас смотрит. И он похож реально на Эрика Клэптона. И некоторые считают, что он и есть Эрик Клэптон. Их путают. Так он представляется в бельгийских папах по вечерам. Привет, я Эрик Клэптон. Мы делали с ним интервью, да… К тебе или ко мне. Да-да-да, и он реально смеялся по этому поводу. Поэтому это все, что я знаю о бельгийской музыке, честно говоря. Ну что ж, тогда мы проводим просто Шестаковичем. Нет. Спасибо большое, Коля. Спасибо вам. Джо Кокер звучит здесь. Сам Инвестити в завершении. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok